Семейный бюджет Семейный бюджет Семейный бюджет Вымытый и очищенный овощ натираем на мелкой терке. Затем приступаем к изготовлению теста. Замесить его не составит большого труда. В размягченный маргарин добавляем сахарный песок и тщательно взбиваем. В полученную смесь кладем яйца и еще раз перемешиваем. Семейный бюджет Морковные кексы позволяют получить витамины, но без нелюбимого вкуса. В тесто добавляем цедру, морковь, стакан муки и чайную ложку гашеной соды или разрыхлителя. Он нужен, чтобы кексы поднялись. Формы для выпечки смазываем маслом, накладываем в них тесто и выпекаем 20 минут при температуре духовки 180 градусов. Посмотрите, какая красота получилась. Кексы сразу из формы лучше не вынимать, а дать постоять минут 10, а затем украсить сахарной пудрой. Теперь можно подавать на стол. Наверняка этой выпечкой вы сможете удивить гостей. Кроме того, этот пирог сохраняет все полезные свойства моркови, а приготовить его так же просто, как отварить картошку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Плата за свет в подъезде у некоторых амичей выросла в пять раз. С чем это связано? И можно ли экономить на электроэнергии, использованной на общедомовые нужды? Расскажем в нашем сюжете. Соседки из дома номер 70 по улице 5-я рабочая сверяют коммунальные квитанции. Покоя не дает строчка. Электроэнергия на общедомовые нужды. За октябрь пришло около 200 рублей. Практически столько же жители дома платят и за свет в квартире. Откуда такая сумма, неизвестно. Удивляются женщины. Ведь в подъезде горит всего шесть лампочек, которые в целях экономии всегда выключают. Я еще спрашивала один раз свой инспектор, который проверяет счетчики. Я говорю, скажи мне, почему он такой большой? Она мне текстом сказала. Мы деньги, про этот платик, где разбрасываем на всех. Ну и все. Вот у ДН получился. Нет неплательщиков в вашем доме. Специалисты энергосбытовой компании утверждают, в этом доме нет неплательщиков. А УДН высокая из-за того, что жители вовремя не подают показания счетчиков. В настоящий момент в городе Омске 1600 домов с лишним ежемесячно передают показания по индивидуальным приборам учета. Это порядка 144 тысячи показаний индивидуальных приборов учета. И в этих домах люди получают начисления за УДН достаточно минимальные, сопоставимые с тем, чтобы люди, скажем так, не акцентировали внимание на этой теме и могли спокойно заплатить ежемесячно эти суммы, которые не превышают 50 рублей. Всего 17 рублей платят за электроэнергию на общедомовые нужды в месяц жители дома 8 по улице Берка-Цемента. Это пятиэтажка – пример организованного сбора показаний счетчиков. В каждом доме информационный стенд. На нем таблица, где каждый житель с 23 по 25 число каждого месяца оставляет показатели индивидуального прибора учета. Затем старший по дому передает по электронной почте показания в энергосбытовую компанию. Кроме того, в этом доме внедряют в быт современные технологии. Во всех подъездах установили лампы с датчиком движения. Свет здесь больше не горит круглые сутки, а выключается на автомате через 5 минут, как зашел человек. Дополнительную экономию дают фотоэлементы. Они включают электроэнергию только когда темно. Днем лампочки в подъездах и на улицах не горят. А вот этот временной таймер позволяет экономить электроэнергию ночью. Свет автоматически выключается с 12 ночи до 7 утра. Сейчас в моих планах у нас еще другое. Мы хотим поставить в подъездах лампочки, порядка светодиодной лампочки. Если сейчас горит лампочка 40 ватт, мы поставим светодиодную 8 ватт. Она будет давать примерно 100 ватт освещения. И на улице поставим фонари светодиодные, которые также имеют 50 ватт. А в настоящее время стоит 350 лампочка ватт. Вот этим, то есть мы в 7 раз еще попытаемся на следующий год сэкономить на УДН. Сэкономленные на УДН деньги жители решили пустить на ремонт подъездов. 45-летнему дому нужна реставрация. Но и сейчас около пятиэтажки территория облагорожена. Везде чисто. Все красноречиво говорит о том, что в этом доме есть хозяин. Откажитесь от навороченных мобильных телефонов. Ведь телефон нужен как средство для разговоров, а не фотоаппарат или компьютер. Поэтому не стоит гоняться за новинками. Лучше пользоваться простыми и удобными моделями. Возможно, понадобятся и другие функции в телефоне, но не надо переоценивать их значение. К сожалению, часто встречаются люди с очень дорогими моделями телефонов, купленными в кредит. При этом владелец не всегда знает обо всех функциях своего аппарата. Кстати, у многих состоятельных людей недорогие мобильные. И используют они их, чтобы разговаривать. К сожалению, с возрастом мы не становимся моложе. На лицах даже самых прекрасных женщин появляются морщины. А услуги пластического хирурга и косметолога стоят дорого. Избавиться от морщинок в домашних условиях тоже можно с помощью массажа. Массаж является самым эффективным средством при борьбе с отечностью, с пастозностью и в борьбе со старением. Сейчас я покажу простые примеры, которые можно делать дома, самой, стоя перед зеркалом. Начинаем поглаживать подбородок. Именно вот так вот. Затем мы идем по массажным линиям. Прорабатываем каждую массажную линию. Отходим, начинаем от центра подбородка, идем к ушкам. Затем по второй массажной линии мы идем опять-таки к ушкам. Это лимфодренажный массаж. Затем мы идем по третьей массажной линии. И проходим лобик. Всю лишнюю отечность, то есть лимфодренаж у нас идет, мы уводим потом в организм вот так вот. Все эти простые, несложные движения можно выполнять при отечности. Если вы с утра встали, у вас заметили мешочки под глазами, синячки, лишнюю отечность, попили на ночь чаю, провели очень простой, несложный массаж и выглядите замечательно. Такие же движения я сейчас покажу на себе. Проводим линию, разглаживаем боковый подбородок. Затем идем по первой массажной линии, по нашим овалом лица в кушку. Затем вот здесь по второму идем в кушку. Идем под глазами сюда вот в кушку. Пятое массажное движение вот сюда. Затем всю лишнюю, что мы сюда, жидкость привели, уводим под ключицу. Если у вас имеется отечность именно глаз, то можно хорошо поприжимать именно глазки. Вот так вот, как бы проталкивая лишнюю жидкость к ушам. Если вас беспокоит носогубная складочка, делаем первыми двумя пальчиками вот такую вот розеточку и разминаем нашу носогубную складочку. С одной стороны, со второй стороны. Такие приемы массажа достаточно сделать в течение пяти минут при отечности лица. Уважаемые телезрители, соблюдайте наши рекомендации, а также делитесь своими советами, как не тратить лишнее. Оставляйте их на официальной странице программы «Подсказки потребителю ВКонтакте» или на сайте нашей телерадиокомпании. Я же с вами прощаюсь. Пока-пока.